С древних времен люди хотели быть красивыми. Для этого они обращались к химии для создания различных веществ. Например, фараоны в Древнем Египте уже подводили себе глаза и брови. В Америке индейцы раскрашивали себе лица перед охотой или перед войной. Первыми веществами, которые для этого использовались, были уголь в качестве черной краски, глина в качестве белой краски, касторовая, оливковая и розовая масла. Позже добавились различные воски. На сегодняшний момент состав косметики не сильно изменился. До 90% это жирная основа с какими-либо добавками. Косметика бывает лечебная и декоративная. В лечебной косметике в жирную основу добавляют различные лекарства и витамины. В декоративной косметике это в основном красители. Почему же лосьон и крем так легко впитываются? Дело в том, что наша кожа содержит сальные железы, которые вырабатывают жир. Этот жир делает ее эластичной и упругой. Крема легко растворяются в этом жиру и поэтому легко проникают под кожу. Благодаря этому свойству кожи мы с вами можем гулять под дождем и плавать. При этом те вещества, которые могут быть растворены в этой воде, не проникают к нам внутрь. А полезные вещества, растворенные в креме, наоборот, легко пропитывают кожу. Поэтому главное правило, которого нужно придерживаться при использовании косметики, это наносить ее только на чистую кожу. Дело в том, что вся грязь, которая находится на поверхности нашего тела, может раствориться в креме и проникнуть сквозь кожу внутрь. Вы же не хотите, чтобы, например, гарь от машин оказалась внутри вашего тела. Второй важный класс косметических средств – это дезодоранты. Они обычно состоят из трех основных компонентов. Это носитель запаха, антиперспирант и отдушка. Носитель запаха – это обычно либо растворитель, либо воскоподобное вещество, которое удерживает все компоненты вместе. Антиперспирант – специальное вещество, закрывающее потовые железы, дающее нам потеть. Обычно это соединение цинка или алюминия. И отдушка – это смесь приятно пахнущих веществ. Обычно среди компонентов отдушки есть очень разные, порой неприятно пахнущие вещества. Но в смеси, особенно если хорошо подобрана их летучесть, они дают очень приятный аромат. Один из самых первых компонентов косметики – это эфирное масло. Эти масла содержатся много где, например, в кожуре фруктов. Это летучие компоненты с приятным запахом. Давайте посмотрим, есть ли эфирные масла в кожуре апельсина. Для этого возьмем кожуру и свечку. При выдавливании кожуры на пламя будут заметны вспышки. Если измельчить корки и залить, например, спиртом или каким-нибудь маслом, то впоследствии этот раствор можно использовать для изготовления, ну, например, дезодоранта. Продолжение следует...